Вы сказали, что работали с 1979 по 2002 год. Значит, застали тот период, когда стали открываться архивы. Когда стало понятно, что за спиной у... Тогда называлось это КГБ, прежде НКВД. Страшные преступления. Вы помните это время? Это начало открываться где-то года с 1986, когда начались публикации в прессе. Когда началась перестройка? Да. Вы помните свои впечатления? Что вы об этом думали? Дело в том, что я многое знал все-таки из рассказов старших, своих дядек. Ну, в общем, это родственников отца и родственников мамы. То есть для меня это не было шоком. Шоком для меня было, когда нам начали выдавать стопки дел. На месяц 10 папочек, 10 дел, и ты должен их все изучить, хотя что там изучать, 3-4 листка. И написать мотивированное заключение. Либо обратно в архив, как лицо, которое было осуждено по праву, либо на реабилитацию. Это началось, наверное, году в 87-м. Может быть, в 88-м, уже точно не помню. Много через вас таких папок прошло? Ну, больше сотни. Я не знаю насчет двух сотен, но то, что больше сотни, это точно. Что это были за люди? О ком там было написано? О самых простых людях. Харьковчане? Ну, харьковчане, конечно. Жители Харькова и Харьковской области. Хватали независимо от образования, от пола, от возраста. Просто было поставлено уничтожение своих людей на плановую основу. Мало того, руководство управления НКВД Харьковской области, мы нашли этот документ, просило увеличить лимит по первой категории на тысячу человек, по второй на пять тысяч человек или на три тысячи человек, не помню. То есть вот они перевыполняли план по уничтожению своих советских людей. Вы знали о том, что на этом месте, ну, по сути, во дворе, находилось здание, где расстреливали и поляков, и советских граждан? По-моему, это было в 79-м году. Мы разрушали, демонтировали хозяйственную постройку внутри управления, во дворе управления, в которой был и подвал тоже. И вот когда мы на субботнике ее демонтировали, причем это не один субботник, естественно, был, то оставшиеся еще ветераны в курилке говорили такие слова, «Пашу, ребята, знаете, вот это вот здесь вот это все и происходило». А как происходило? Ну, людей заводили, выстрел в затылок и вытаскивали. Вот там вот стояла машина, и вот через те ворота потом увозили под утро. Расстреливали ночью. Не только расстреливали. Ведь расстреливали примерно одну, ну, 20% от тех дел, которые были. А всех остальных отправляли в лагеря. Для того, чтобы социализм рос, нужен был не рабский, а каторжный труд. Каторжный труд заключенных. А эти же люди тоже погибали. То есть количество официально расстрелянных и количество погибших, а сколько количество искалеченных жизней. Где лежат те люди, дела которых вы смотрели? Сейчас они уже похоронены на мемориальном комплексе, украинско-польском. Это часть. Это часть. Там около 6 тысяч человек. Да. И более 6 тысяч лежат на, как он сейчас называется, сквер памяти. Это раньше был Комсомольский сквер, а до этого было старое еврейское кладбище на Академика Павлова. Там лежит более 6 тысяч человек. А к какому периоду относятся захоронения? Там захоронение, по-моему, 35-й или 36-й и до 38-го года. А уже с 38-го года хоронили в лесопарке. Там есть одна могила, возле которой людей убивали. Если все остальные могилы привозили туда уже убитых людей и трупы туда сбрасывали, то возле этой могилы людей убивали. 76 человек убили. Просто когда вот в 91-м году шли экзамационные работы, то возле первых двух могил, которые нашли, 25 советских граждан, 72 поляка. Ну, как ты себя ощущаешь? Ну, как на кладбище ощущаешь? А вот туда подошел, когда начали кричать, что ребята нашли еще одну. Там же все это было заросшее кустами, деревьями, поэтому так в обход, по тропкам. И вот я подхожу, и такое впечатление, как просто вот удар по голове. Очень сильный удар. И головная боль сильнейшая. Я говорю, ребята, стоп, это какая-то другая могила, тут совершенно все по-другому. Начали раскапывать, и если там просто отверстие в черепах, то здесь перебитые лопатки, перебитые ребра, и гильзы, и пули в яме. И тогда выяснили, да, один вагон пришел не на сортировку, а пришел в дергачи. И из дергачей везли через пятихатки, не знаю почему. И уже не довезли до управления, а привезли прямо туда, и, видимо, расстреляли прямо там. И люди видели свою смерть, и поэтому осталась вот эта аура. А как, кстати, нашли это место, вам известно? Кто-то в Москве об этих местах знал. На местах о них не знали. Но то, что об этом месте знали, свидетельствует то, что и в Медном, и здесь, на территории этих захоронений были построены пансионаты для сотрудников КГБ. Ну, вроде бы как для отдыха, но фактически это малосемейное общежитие для сотрудников КГБ. Я прекрасно помню, как мы бегали, спортом занимались по вот этой территории, как там грибы собирали, опять-то там чудесные росли. Но когда на субботниках мы тянули туда трубы, электрические кабели, и копали траншеи, мы ни разу не наткнулись ни на какие останки. Мы не знали об этом. А потом этим занималась следственный отдел управления, и ребята нашли какие-то данные в Новосибирске, в Перми, по всему Союзу лазили, искали. И когда мы уже приехали вместе с этой международной комиссией, то сначала лазоходец ходил, искал, где. А потом просто тупо начали солдаты лопатой копать, и наткнулись сначала на две. А как вы думаете, почему в информационном пространстве так мало уделяется внимания вот этим захоронениям? Такое общество у нас, такая власть у нас сейчас. Кто в начале 90-х пришел к власти в Украине, и вообще в бывшем Советском Союзе? Цеховики, барыги, уголовные элементы, купленные ими под хозактив. Что построено? Клептократия, власть воров. Что такое Майдан? Майдан — это антикриминальное восстание против власти людей, которые умеют только отнимать и делить. А Украине нужна власть, которая умеет складывать и умножать. Вот поэтому этой власти невыгодна память людей. Невыгодно, чтобы люди становились свободными и не желали повторения вот этих репрессий. На мой взгляд, исторический факультет нашего университета должен каждое лето проводить экспедицию, раскопки, устанавливать людей. И если студенты, если молодежь, если новое поколение не будет знать об этих мерзостях, которые деды творили, они рискуют повторить их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова